Здравствуйте, товарищи! Спасибо, что они здесь. Так, ну что, кто у нас желает выступить по тем идеям, которые привлекли ваше внимание и заслуживают интереса и рассмотрения? Есть желание? Или не готовы? По первой предпосылке. Ну давайте, если у вас мысли есть, пожалуйста, ходите. Товарищи не хотят тренироваться, давай выступайте. То есть это не то, что выступляет? Ну, какой-то, да, пожалуйста, вставайте, поворачивайтесь сюда, какие мысли есть у нас. То есть в обведении Маркс катекует немецкую философию. Он считает, что она носит скорее такой пыль, что эти новые немецкие философы, они поэзитируют на Гегеля. То есть он называет это явление распад абсолютно духа и что старые гегельянцы, что мады гегельянцы просто выхватывают какой-либо из концептов Гегеля. И по сути все их философии базируются только на том, то, как понимают Гегеля. То есть старые гегельянцы не притекают Гегеля, а наоборот считают, что только они его правильно и поняли. То есть каждый понимает Гегеля по-разному, и каждый считает свое танкование идей, зачастую идеи Гегеля в отношении логики единственной веры. В то время как лады гегельянцы пытаются убедить общество в том, что они как бы порываются с учениями Гегеля, что они им отвергают. Маркс отмечает это, что, казалось, абстрагируясь от Гегеля, они тем не менее используют его язык, мыслят его категориями, то есть фактически остаются в поле Гегеля. И он так и называет это движением гегельянским шарлатанством, то есть они пытаются посвятиментарями, которые создают новую философию, но на самом деле они просто спекулируют. То есть также он говорит, что по сути вся критика, что философия, немецкая философия позитирует по религии и теологии, что как бы философы ни пытались спекулировать все их спекуляции, раз не поздно приводят либо к религии, либо к теологии. То есть он приводит пример Штраус, как критика религии, но фактически Штраус просто повел критический анализ священного писания, так что он не разрушил каких-либо устоев религии. Фактически вся критика христианства именно в Германии в патистанском контексте, то есть все равно как бы не старались ладогегельянцы сказать, что они порываются религии, все равно они приходили, все равно они тоже оставались полей религии. И если они говорили, что порывались религии, то они создавали новый культ чего-то, культ государства, культ индивидуальной личности, культ общества. И получается, что полем битвы и младогегельянцев и старогегельянцев стало сознание одного единственного индивидуума, то есть совершенно от органов общества, которого они считают индивидуальной личностью. Маркс пытается понять, видимо, задается вопрос, где и младегельянцы, и старые гегельянцы нашли этого индивидуального младобчатого человека, почему он живет только религиозными идеями и идеализмом, то есть у него как будто бы нет вообще никакой жизни, он ничего не производит, он ничем не живет, и, видимо, только и занимается, что созерцает окружающую жизнь. Он говорит, что все свои революционные преобразования в области фоософии младогегельянцев борьбой против фраз. Маркс говорит, что ничего, собственно говоря, не изменяется, и что, говоря, младогегельянцев это говорит, что борются против ложных, неправных фраз фактически просто придумывают новые фразы, и занимаются тем же самым умосозерцанием, мудростью, иногда просто каким-то словоблудием. То есть, когда Маркс заканчивает обсуждение современной немецкой философии, пытается понять основу этой немецкой идеологии, он, наверное, первой типосу истории, которую я хочу рассмотреть, то есть он говорит, что, конечно же, когда мы приступаем к рассмотрению важнейшей и, наверное, даже единственной главной науки истории, что первый факт – это то, что существуют живые человеческие индивиды, и что именно их условия жизни, их обоживания делают эту самую историю. Он говорит, что можно бесконечно много спорить, что именно делает человек и человеком, то есть может быть, что человек от животных отличает религии, сознание, душа, то есть можно бесконечно выдумывать разные категории, но Маркс видит именно то, что человек от животных отличает то, что он производит позаранее, что производит все необходимые себе богатности для жизни, то есть преобразует природу под свои потребности, и что только образы жизни, то есть те условия, в которых живет этот человеческий индивид, который, тем не менее, не оторван от общества, а общество образованное этим типом производства. То есть сама жизнь и деятельность этого общества зависит от материальных условий производства, и дальше Маркс вводит понятие разделения труда, то есть разделение труда задается производительными силами, то есть, допустим, приводит пример, как более усовершенственная технология земледелия порождает большее разделение труда. Дальше, к первой причине МПНС, к описанию своих трех стадий, трех стадий развития производственных отношений, трех видов собственности, по Ладекс спергулирует такие главные путевоставления всей экономической истории человечества, то есть, что, как правило, помышленность всегда путевоставляет торговлю, город, путевостоит деревня, и он начинает с племенной формы, то есть племенной формы собственности все-таки еще не так сильны процессы рабовладения, то есть это, конечно, есть, но они зачастую захвачены в плен другие, члены других племен, то есть все-таки в племенной форме существует относительное равенство, но, конечно же, все больше крепнет власть каких-то вождей или велигиозных деятелей, то есть дальше он обсуждает античную форму собственности, то есть когда фактически уже общность хозяев сельского изводства формируется лишь поскольку они владеют рабами, то есть и народовласть постепенно ослепевает, и все племена сбиваются в города, и нарастает, получается, нарастает какая-то эксплуатация, то есть все больше извивается разделение труда, то есть и дальше он говорит, что если в античной сфере период развития собственности центрами экономической жизни были города, то уже при феодальной или сословной собственности центр перемещается в деревню, то есть дальше он приводит примеры цехов, как методов путепоставления, объединения отдельных рабочих цеха, чтобы путепостоять эксплуатации дворян и духовенства, то есть поведя эти три стадии развития собственности, он дает заключительные тезисы, то есть говорит, что, конечно же, только условия, условия жизни в этом обществе, в этом государстве, природные условия влияют на жизнедеятельность человека, то есть формируют его область в жизни, но он, но также Маркс говорит, что помимо сфер материального производства, которого подобное смотрел, существует и сфера духовного производства, что он как бы протестует против того, что религии, идеологии, морали, другие учения философов созерцательного типа, они считали их продуктами умственной деятельности, а того единственного человека. Маркс утверждает, что и религии, и морали, и идеологии диктуются только условия производства, условия жизни, деятельности и что только человек, который живет в коллективе, является их обладателем. И прежде, чем перейти к рассмотрению истории более подробно, он говорит, что современная ему немецкая история состоит из каких-то абстракций. Он говорит, что, конечно, абстракции очень полезны для науки, потому что они позволяют как-то обобщить схлотные тетмины, но абстракции должны служить историей, а не абстракцией. Потому что историки не должны под своей теорией подгонять историю, что, прежде всего, история – это не история каких-то отдельных людей, которые что-то сделали. Конечно, надо помнить великих деятелей, то есть тех, кто остался в истории, но все-таки, прежде всего, человеческая история – это история коллективов, история производства, история человеческого развития. Спасибо большое. Значит, что я могу сказать? Мне кажется, что Олег Смоленков правильно понял свою задачу. Задачу свою как единичную, а задачу, которая у тех, кто изучает этот курс. То есть надо постараться глубоко разбираться не в том, что просто написано, а в проблемах, которые здесь ставятся, и в путях их решения. Во-первых, видно, что вопрос подготовлен, и есть соответствующий текст, но мне особенно приятно констатировать, что он не читал, а излагал, и для того, чтобы, так сказать, может быть, не сбиться, и время от времени обращался к этому тексту, это совершенно нормально. Я наблюдаю тут в течение уже многих лет картину прямо обратно. Основные, даже выпускники, тогда, когда они рассказывают свою работу выпускную, ну вот я, правда, тем, кто у меня был, я им строго-настрою сказал, чтобы ни к чему не читали, и не доказывали, что вы как Брежняк умеете прочитать. Как правило, вот люди зачитывают, и получается, что нету вот такого уверенности, ну, твердости в усвоении, потому что если человек усвоил, то он может говорить, ну, не по тексту, а текст ему нужен для того, чтобы он в нужный момент обращается и что-то цитирует оттуда, что-то использует или берет оттуда некоторую логику. У меня единственная претензия к Олегу, что он берет одну книгу, а ссылается только на одного автора. Все-таки авторов было двое – Маркс и Энгельс. Причем мы не можем сказать, что вот Маркс больше автор, чем Энгельс, потому что вообще, если вы начнете смотреть собрание сочинений, оно начинается не с работ Маркса, а с работ Энгельса. Первый том – это положение рабочего класса в Англии. Это там, где вопрос о производстве с Энгельсом был поднят, и он изучал это производство изнутри, изучал положение людей в этом производстве, положение рабочих, причем специально поехал в страну. Он был человек небедный, как я уже говорил, папаша у него был фабрикант, он оставил красное вино, салонный разговор и отправился в самую передовую страну тогдашнего мира, в Англию, чтобы в ней посмотреть, а как живут те, кто создают материальные блага. Это вот такой том. Вот он, так сказать, человек молодой, ну вот где-то, я думаю, в таком же возрасте, как здесь присутствующий, который поставил такую крупную задачу перед собой, что она, эта задача его сделала крупным человеком, крупным ученым, и это повлияло на Маркса. Маркс после этого понял, что надо заниматься политэкономией, прежде всего убедил Энгельс Маркса, что если вы не будете изучать производство, а Маркс в том времени, он уже имел докторскую по философии, он сравнивал философии Эпикура и Демокрита в своей докторской. Ну, докторская, это вот по нашим меркам российским, это кандидатская была по философии у нас. Вы знаете, что доктора иностранные сплошь и рядом, это на уровне вот нашей кандидатской диссертации. Вот. Так что, конечно, если мы ссылаемся на какое-нибудь произведение, ну, второго автора мы не можем выбрасывать никак. Ну, это вот, я думаю, такая техническая поправка, не более того. А, в принципе, вот тот подход, который Олег применил, соответствует тому, что надо. Есть такие возможности, и надо попытаться излагать и о серьезных вопросах говорить. Вот, слушая его выступление, его доклад, я пришел к выводу, что вот то, что он говорит, очень актуально сейчас. То, что сейчас в философии происходит, а в этом смысле философия не сдвинулась. Вот та же расстановка, которая есть. Есть философы, которые обсуждают вопросы только в мире самой философии. И получается, например, тот же самый известный философ Бадью доказывает и пишет, что вот я в своей книге доказал, что философия не умерла. Нам вот она в голову даже не приходит, такая мысль. А вот он считает великой заслугой своей, что он, видите ли, заявил публично, смело, что философия не умерла. И ничего там, так сказать, такого в этой книге Бадью, какого-нибудь развития или продвижения, углубления нет, потому что это вот то, что мы наблюдаем в очень многих. Выхватывание тех же самых категорий. Вот экзистенциализм. Есть наука логики Гегеля. В ней есть три книги. Учение об идее, учение о сущности и учение о понятии. Первые две книги образуют объективную логику. Третья книга образует субъективную логику, учение о понятии. Вот в этой самой объективной логике есть учение о сущности, а в нём есть категория существования. Существовать значит не просто быть, а быть на определённом основании и в определённых условиях. То есть, если вы просто хотите сказать, что что-то есть, это бытие. А если что-то имеется с известным основанием, и при определённых условиях, которые важны для его существования, и без которых его нет, ну вот как скажем, мы сейчас с вами существуем уже просто потому, что если выкачать воздух из этой аудитории, то мы уже не сможем с вами ни заниматься, ни вообще дышать, и существовать как люди. Скажем, существование людей неразрывно связано вот с воздухом. Но как тоже Маркс и Энгельс идут дальше и говорят, что существование людей связано с материальным производством. Для того, чтобы вообще они могли какими-то духовными вещами заниматься, независимо от того, какие у них там между собой споры, и какие они идеи одни другим противопоставляют, они должны добывать средства к жизни. Причём, если одни не добывают средства к жизни, то за них это должны делать и делают другие люди. Такого не бывает, чтобы кто-нибудь был бы свободен от средств существования. Скажем, что такое вот, скажем, люди, освобождённые от производительного труда, их, вот мы с вами освобождены от производительного труда, я потому что я преподаю и нахожусь в сфере сознания, в сфере общественного бытия, и вы, потому что вы сейчас обучаетесь, и тоже находитесь в сфере общественного сознания. А что такое высшее учебное заведение? Это заведение для тех людей, которые освобождены на известное время, то на пять лет освобождали, это была подготовка специалистов, терна четыре, с предложением, кто хочет ещё два годика позаниматься, у кого есть деньги на это существование. Не все родители имеют средства существования, и не все те, кто поступает в магистратуру, могут без родителей это потянуть. Поэтому я вот наблюдаю, ну как преподающий на втором курсе магистратуры, то приходит то один, то два, то три, а максимальное число их пять или семь вместе во всей группе магистратуры, вот у конфликтологов. И такая же картина во всей стране. Есть единственный вуз, сейчас это Московский государственный университет, который довёл число мест в магистратуре до числа людей в бакалавриат заканчивающих. И там, получается, сто человек закончил, и сто человек пошли в магистратуру. У них получилось не ухудшение, а с пятилетнего обучения перешли на шестилетний. И всё. И это, конечно, прогрессивно. Но это исключительно единственный вуз у нас в России на сегодняшний день. Это первое. И вот, поскольку речь идёт о существовании, есть вот целая теория – экзистенциализм. То есть взяли у Гегеля категорию существования, и из этой категории навели, так сказать, одну только, вот из этой одной категории сделали целую философскую конструкцию. Эта философская конструкция, она важна и хороша, чем? Тем, что она подчёркивает эту категорию, что она делает её важной, все, значит, пишут о существовании. Но если вы оторвали от предшествующего, от движения к этому существованию, от других категорий, то вы не можете осознать, в чём смысл этой категории. И оторвано от последующего. Поэтому взятое само по себе, оно представляется в некое духовное явление, что вот есть люди, которые будут заниматься только говорить об одном – о существовании. Точно так же, как у нас есть антологи. Вот вы завернёте, за угол пойдёте, с правой стороны вы видите кафедру антологии и теории познания. Понятное дело, что если они изучают, так сказать, берут целую какую-то философскую концепцию и там специальным предметом делают антологию, это вполне приемлемо и нормально. А если они вырвут это бытие само по себе, они будут на уровне одной категории, как люди, которые устраивают спор или, так сказать, устраивают философскую концепцию из одной категории. Или там есть сейчас такие течения, которые проявляются в конференциях такого рода как философия молчания. Вот если вы молчите, значит, вы о чём-то думаете. А когда вы молчите? А когда вы не молчите? И почему вы не молчите? А сейчас молчите. И можно на эту тему тоже навести целую философию. А есть философия жестов. А какие бывают жесты? Такие бывают жесты, такие бывают жесты, такие бывают жесты. Самые разные жесты. И это действительно имеет место в жизни, но вот только через это делается некая философия, она отрывается от реальной тоже действительности и представляют собой некоторые построенные умственные конструкции, не более того. Герминевтик – это что такое? Вот у Гегеля написано «понять» – это что такое? Понять, как вы считаете, что такое понять? Тайша Ларина, понять, что значит? Не знаю? Постичь основной смысл. Постичь основной смысл, какого-то понять. Постичь основной смысл. Ну, я бы сказал так. Правильно, но сложно. У Гегеля это проще. Понять – значит выразить в понятиях. То есть, если вам, вот вы постигали смысл, если вам удалось это в понятиях выразить, то вы мне можете передать, а я ему передам, а он другому передаст. То есть, выразить в понятиях – это значит выразить в человеческой форме. Потому что, если я постигаю, вроде как проник вглубь, мне кажется, что я очень глубоко проник, так уже получается, что я не проник, а утонул. Потому что, если я не смогу это сформулировать в такой форме, в которой могу передать другому человеку, то ничего я не понял. Поэтому понять очень строго определяется. Понять – значит выразить в понятиях. Вот над чем мы с вами здесь, в частности, будем биться. То есть, то, что мы понимаем, надо выразить в понятиях. Вот вы здесь сделали доклад, вы выразили в понятиях, всем понятно. А если вы не можете сделать доклад, не можете выразить в понятиях, это непонятно. То есть, я говорю, вам понятно, а вы кивайте. Я спрашиваю, вам понятно, кивайте. И вот это кивание, кивать может, ну кто, какие угодно, птицы, животные, так сказать, вы понимаете, что если по-другому определить, то это не получится понимание в человеческой форме. А понимание в человеческой форме – это такое, которое я могу передать. Вы же выучитесь, чтобы потом другим передать, правильно? А если вы не сформулировали в виде понятия, значит, вы передать не можете. Поэтому совершенно точное определение у Гегеля – понять, значит, выразить в понятиях. И тем не менее, вот такое вот вырывание характеризует вообще состояние философии. То есть, от этой точки, которой мы занимаемся, что есть работа Маркса Энгельса, и от нее идут разные ответвления. Значит, продолжается, вот, продолжают философы разные в разных странах плодить разные концепции, которые тоже можно сидеть и заниматься критикой. Излагать, во-первых, а потом заниматься критическим анализом. Ну, сколько может быть неправильных? Я хочу вам сказать, что поскольку мне пришлось сначала от математического образования перейти к экономическому, и я чувствовал некоторую нехватку своих знаний в области экономики, недостачу, капитал я прочитал, три тома, четыре считаю, то есть, учитывая теорию прибавочной стоимости. Ну, думаю, надо почитать современные течения экономической мысли. Вот я взял налита книга такой толщины, вот такого размера, и читал. Ну, я хочу вам сказать, это просто кто влез, кто под рова. То есть, что вот кому взбредёт на ум, он, значит, это вот излагает как некую... То есть, это не некая всеобщая, которая даёт объяснение тому, что происходит в действительном мире, а это некоторые, так сказать, концепции, которые может человек предложить. И они ничем не связаны. То есть, такая вот известная каша в экономической науке, поэтому это вы наблюдаете в экономической практике, что на экономическом факультете очень самые большие цены, на юрфак, на экономический факультет. А как с экономикой дела? А с экономикой дела плохо. Казалось бы, у нас экономистов столько, и что так плохо? Юристов столько, а столько взяточников, столько преступников, и ничего тут не убывает. Поэтому это очень актуально. Очень актуально, потому что и сейчас продолжается та же самая картина. Есть деление на материалистов и идеалистов, оно остаётся. Правильно? И вы никак не можете от этого деления уйти. Второе. А материализм может быть фейербаховский, созерцательный. Это мы не изводим себя. Да, ну... Или, если красиво говорить, то до положения зеркала пруда или озера. И вот кто, так сказать, кто не отглянет в это самое зеркало, он себя и увидит. Всё отражается правильно. Зеркало правильно отражает всё? Здесь пруд. Ну, с точностью того, что право будет слева, а левое – справа. Но и любая лужа, она тоже так же отражается. Поэтому здесь никакого, так сказать, чего-то великого нет, кроме одного, что вы вроде бы встали на землю, но встали на землю и никуда не пошли. Потому что если Гегель со своим идеализмом, он двигался в направлении развития категории от простого к сложному, и поднимался, и разобрал все те категории, которые присутствуют в философии. Основные. А категории – это не вообще любые понятия, а ключевые, с которыми сталкиваются человек, которые нужны, с эти узловые понятия, для того, чтобы иметь знание всеобщее о всеобщем. Чтобы вы, если и делали ошибки, то небольшие, а в крупном, чтобы у вас было знание. Поэтому следующий шаг, тоже такой естественный, который, так сказать, вот здесь, в этой работе делают Маркс Энгельс, они этой работой себя вытаскивают, оттаскивают от младогегельянства, они были, но это люди, которые изучили Гегеля и знают его. Это не то, что люди отторгли его и выбросили. Они его не отторгли, не выбросили, наоборот, они его потом всю жизнь дальше защищали от тех, кто его пытался тренировать как мертвую собаку. И поэтому они и говорят, что вот эти новоявленные философы, которые говорят о том, что они там что-то новое сделали, они вытаскивают, выхватывают, как будто они вот пришли на могилу Гегеля, и кости у него вытаскивают, отдельные кости, и с этими костями и ходят. То есть они ничего такого фундаментального не создали. Почему? Потому что от Гегеля уже дороги, к идеализму нет никакой новой, потому что вы можете быть снова идеалистом, но это будет повторение. Потому что есть субъективный идеализм Беркли, что есть только я, и вас нету, а вы мои органы, ощущения, и больше никто, и вы меня не опровергнуете. И он довел это до вот такой красивой картины, что вы можете это и принять, но тогда это будет считать, что вот если вы приняли позицию субъективного идеалиста, кроме вас никого нет, а и я – ваше ощущение, и он, и она, и помещение – это ваше ощущение, потому что раз всё идёт через ваши органы чувств, к вам мозг, то вы можете считать, что всё на ваших органах чувств и заканчивается. Потому что, а как доказать, что есть ещё что-то? Вы же всё равно это будете доказывать через ваши органы чувств. Поэтому вот такая позиция аналогически неразрушима. То есть, если вы твёрдо на этом стоите, то всё. То есть, в этом смысле конец классическая немецкая философия. Конец. В том смысле, что если мы хотим пойти дальше, даже недостаточно материализма Фейербаха. Вот первый раздел здесь – Фейербах. И долго занимается Фейербахом. Почему? Не потому что они согласны с Фейербахом. А потому что Фейербах, как подчёркивает Маркс Энгельс, он сделал такую великую работу. Он способствовал тому, чтобы перевернуть понимание и вместо идеалистического понимания мира встать на материалистические позиции. Но его слабые материалистические позиции, поэтому его критикуют не с точки зрения, что вернись назад, а как пойти вперёд. А чтобы пойти вперёд, нельзя ограничиться просто одним, что вот есть материя, а всё остальное – это есть отражение этой материи. Сознание есть отражение материи. А как, скажешь, вот это… непосредственно применительно к обществу человеческому. Что это означает? А применительно к человеческому обществу совершенно правильно было подчёркнуто в докладе, что надо взять индивидов не просто как отражающих, не как зеркала, а как тех, кто преобразовывает ту самую действительность, которую они отражают. А в чём это выражается? Прежде всего в том, что каждый живой индивид должен поддерживать себя живым. А чтобы поддерживать себя живым, надо а – производить таких же людей, ему подобных, это называется, у Энгельса производство непосредственной жизни. И в это производство непосредственной жизни входит и производство людей, то есть рождение и воспитание людей. Иначе человечество умрёт вместе со всей философией. И очень быстро. И во-вторых, производить средства для жизни. Потому что если не будет средств для жизни, которые позволяют есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой, если не будет этого, то ни о каком развитии человечества, ни о каком развитии духовного мира и говорить нельзя будет. Это и в дальнейшем проявляется в том, что в понятии, скажем, у Маркса свободного времени, вот что такое свободное время. Вы не задумывались на тему, что такое свободное время? Ну это вы понимаете, что я вопрос задал вам, что не просто вы скажете там время, которое я что хочу, то и делаю. Вот, наверное, что-то большее я требую, правильно? Что такое свободное время? Это время? Свобода от материального производства. Свобода от материального производства. Это, так сказать, это правильное высказывание, но как определение недостаточное. От материального производства свободное. В этом смысле мы с вами находимся в сфере свободного времени. Правильно? Но если мы, находясь в сфере свободного времени, не реализуем, не превратим это свободное время во время для свободного развития своего, а просто, как сейчас очень хорошо говорят, сидим и балдеем. Если вы балдеете, то вы превращаетесь в балдо. Кто такой балда? Балда – это деревянный чурбан. Поэтому, значит, свободное время определяется как время для свободного развития. Вас освободили от материального производства? Так развивайтесь. Я все время по вам обращаюсь, развивайтесь. Олег вот уже понял, что надо развиваться. Он развивается. Я могу только его приветствовать и похвалить за это от имени, так сказать, того, кто ведет это занятие. И всех других к этому же призвать. Свободное время – это время для свободного развития. Некоторые думают, что свобода – это произвол. Но произвол – это не свобода. Произвол – это что хочу, то я и делаю. Хочу – выпрыгну из окна, хочу – не выпрыгну. Хочу – сделаю селфи и упаду. Хочу – не упаду, и не сделаю это селфи. И так далее. То есть сколько угодно существует сейчас поступков. Люди, которые, ну, приступают, например, к потреблению наркотиков, они еще первое время делают то, что они хотят. А потом они уже даже не хотят, они не осознали, что наркотик – это не просто вредное вещество, а это такое вещество, потребление которого сламливает волю к его сопротивлению, его потреблению. Если вы начнете потреблять, то воля к сопротивлению будет сломлена, потому что это свойство этого наркотика. Поэтому люди даже берут какой-то слабый наркотик, вот мы заходим в наше здание, и около него кучкуется очень много людей, молодых и девушек, и парней, которые доказывают, что курить вредно. Они простоят, они привязаны к этому. К чему они привязаны? К потреблению того, что вообще человек, они тоже ведь знают, что если мы знаем, они не знают, что это ничего положить не дает. Ну а им это бросить, курить трудно. То есть как бы человек говорит, а что тут трудно? Я каждый раз бросаю, и каждый раз, вот 25 раз в течение дня бросаю. Покурил и бросил. Покурил, чего трудного нет. Люди, которые от этого отказываются, им приходится вот очень серьезно преодолевать препятствия. Например, там девушка курила, а потом она у нее родился, ребенок, она сейчас будет продолжать курить, и у нее через никотин пойдет через грудное молоко ребенку. И этот ребенок изначально будет, уже не сможет сопротивляться вот этой привычке, и он потом будет курить. Потому что у него это с молоком матери. Очень многие, вот молодые женщины, матери бросают курить на этом этапе. Скажем, ну, что касается мужчин, это не так. Некоторые бросают, когда у них начинается рак легких. Эту картинку рисуют, это довольно забавно выглядит. Вот если иметь в виду общественную картину, то есть как бы общество, которое производит это самое куриво, оно потом вешает на этой коробке картинку страшную с раком легких, и считает, что, так сказать, оно с себя ответственность сняло, а дальше пусть умирает. Мы вас предупредили, что вы умрете. Ну, хотите, умирайте, хотите, умирайте. Курить вредно, пить вредно, наркотики вредно, это ваше дело дальше. То есть общество самоустраняется, хотя на самом деле развитие людей в обществе. Это дело общественное, а не дело частное. Правильно? Общество существует для того, чтобы развиваться. И вот свободное время, это время для свободного развития. По определению. Если вам не удалось потратить это время, вот у нас сейчас время, свободное? Свободное? У вас-то точно свободное. И у меня оно свободное. Вот как вы сказали, освобожденное от производительного труда. И мы с вами развиваемся. И вот это время для свободного развития, если нам не удалось его потратить на развитие, а это зависит от того, как мы будем заниматься, как мы будем изучать, как мы будем отвечать, какие вопросы задавать. То есть, если нам не удастся углубляться в это дело, ну вот мы не использовали для своего развития. Время у нас выделено немало, не слава, 56 часов. 56 часов выделено для развития, а мы не использовали. Конечно, нужно использовать. Если кто-то у нас не пришел и не хочет использовать, чем меньше придет, тем больше возможностей для тех, кто сюда приходит, используется. Это дело я вот наблюдаю каждый раз. Я уже, наверное, четвертый год веду этот курс. Ну и в конце всегда много, а уже не успевает и выступить, и не успевает подготовиться, потому что есть тут определенный тоже какой-то период. Человек должен войти, это что-то новое, брать какую-то книгу, выбирать. А что у нас распространено на факультете или в институте? Как правило, человеку дают какой-нибудь текст, он должен этот текст изложить. И это типичная постановка вопроса. Ну вот если бы я, скажем, предложил вам только излогать текст, это что такое? Это демонстрация того, что у вас есть память, и вообще, что вы можете написать изложение. Вы в каком классе писали изложение? В шестом. Бегло уже писали, правильно? В шестом классе. И вот я тут, вот мы с вами устроили какую-то картину, сидит, значит, преподаватель, профессор, доктор наук, философских есть студентов, ставите его курсы, и они показывают, студенты показывают профессору, что они могут писать изложение. Ну это смешно. Поэтому мне бы не хотелось проверять, что вы можете написать изложение, потому что это вы, ну раз вы сдали аттестат зрелости сюда, но считается, что вы это умеете. И вот люди, к сожалению, сплошь и рядом я это наблюдаю, и вот они начинают курсовые, дипломные, и все вот в этом ключе, повторять, излагать то, что они прочитали. Ну что, что прочитали? Ну все будет. Вон целая библиотека Академии. Ну если я все прочитаю, что там есть, и все смогу изложить, кто я буду? Давайте доведем до предела это. Ну кто я буду, если я все прочитал, то, что было в библиотеке. У меня в голове будет библиотека Академии наук, и все. А буду я ученым? Нет. Нет, потому что ученый – это человек, который что делает? Который основывается на предыдущем знании, может дать знания новые. А от того, что я научился много читать, я не стал от этого ученым. Потому что, как говорится, это есть пословица такая, много знания уму не научай. То есть представление о том, что надо узнать, узнать, узнать. Это все, что спортсмен отсутствует много сил спортивного питания. Он, значит, много белков там необходимых. Потом он начинает уже допинги потреблять, чтобы делать хорошие результаты. А то есть ничего, никакого развития в этом нет. Вот посмотрите, каким категориям и вот Олег эти категории здесь отразил в своем выступлении. Что вот первая предпосылка всякой человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Здравствуйте. Ну, вы победили хоть в соревнованиях? А мы еще не уехали. Ну, как здорово. Мы еще в четверг. Когда? В четверг. В четверг. В четверг ночи. Ну, смотри, все, так сказать. Нам, пожалуйста, победу. Давай. Спасибо, очень хотелось бы, конечно. Да. Ну, так и мы не будем говорить, что если не победите, то не возвращайтесь. А, спасибо. Здесь уже выступал, товарищ? У вас есть выступающие? Я вот к вам обращаюсь. Это все, люди их пока, мы вас пока не трогаем. Они в поезде подготовятся на обратном пути. В самолете. В самолете? Да, в самолете. Нет, в самолете быстро не подготовишь, там слишком быстро прилететь. Плохой транспорт. Я когда езжу вот в Нью-Виномыск, туда ехать полутора, полутора, где-то полуторы сутки, я как раз на обучение о сущности прочитываю, в одну сторону. В обратную сторону тоже могу прочитать. Но в самолете уже все. Никакой на луке логики. Я же не знаю, что мы здесь. Так. Ну, так вот, значит, мы выяснили, что первая предпосылка всякой человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих индивидов. А живые, имеется в виду не только эти живые индивиды, да? А постоянное существование живых человеческих индивидов. А для этого нужно, а, рождать и воспитывать новых людей, как минимум. Если мы не хотим, чтобы на этом поколении закончилось развитие человеческого общества. И, б, постоянно необходимо, имея в виду, что люди, хотя и высшие разумные животные, что это животные общественные, трудящиеся, говорящие, разумные, они, тем не менее, животные. Как всякий животный организм, они совершают обмен веществ между человеком и природой. И поэтому для того, чтобы заниматься наукой, искусством, любой другой деятельностью духовной, они должны сначала есть, пить, одеваться и иметь кровь над головой. Ещё не просто кровь над головой, чтобы ещё тепло в нём было и так далее и тому подобное. Вот поэтому нельзя брать живых индивидов без того, чтобы без их тех условий, в которых они существуют. Поэтому воспроизводить индивидов – это, прежде всего, воспроизводить их условия. Как только вы условия существования этих индивидов перестанете производить, вы перестанете производить индивидов. У Энгельса в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» так и говорится, в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. «Происхождение семьи», «Происхождение семьи». А раз, или, например, вот те люди, которые это не берут, эти условия, они даже не понимают, как вообще что-то изучают. Вот если я, ну вот, товарища Соколова буду сейчас изучать, как я буду изучать? Её само по себе. Раз. Вот этим все и заканчивают, как правило. А что значит само по себе? Вот разглядывают, с ней разговаривают. Так? А второе. А разве не существенно, что она продукт вот таких-то родителей, какие-то люди на неё повлияли, так, какие-то люди, как говорится, отдали ей часть своей души и так далее, что в ней проявляется и так далее. Это же очень важно. То есть надо, в каких обстоятельствах это было, какой у неё вот жизненный путь. Это важно же или нет? Или это сложный, несложный? Вот какой он? К чему он способствовал и так далее? Но это всё равно полудел. То есть как на неё влияют остальные люди? Вот как вы, вы, вы и так далее. И пока мы не изучим, как на неё повлияли остальные люди, мы её изучаем, ну, очень сугубо недостаточно. Более того, если мы изучили, как на неё влияет, изучили, кто она сама по себе, а что не надо выяснить, а как она проявляет себя вовне, то есть как она относится к другим людям, что она делает, да, как она относится к природе, к обществу, к своим товарищам и вообще ко всему, что есть в обществе. Без этого можно считать, что человек понят? Нельзя. То есть вместо вот такого узкого понимания схватить человека, вырвать из контекста, как бы из всех обстоятельств, надо как раз взять все обстоятельства его жизни, потому что, вот Гегель говорит, что условия, они входят в сущность, только они здесь во внешнем виде таком. Они входят в сущность человека. Это не что-то внешнее, это сущность, просто она представлена таким внешним образом, но они без человек, без этих условий не существуют. Более того, если созданы все условия, чего-нибудь, какой-нибудь сути дела, то наступает существование. Например, вот вы хотите участвовать в соревнованиях, если у вас уже это, это сделано, это сделано, это подготовлено, это подготовлено, то вы и победите. А если вы не победите, значит, вы чего-то и не подготовили. Правильно? Логично? Поэтому думать, что вот, мы, сказать, мы настроены на парад. Да хорошо, все настроены. Неужели кто-нибудь настроен на поражение? Нет, это все настроены. Но видишь, что это вот большая работа, и прямо у Гегеля написано учение о сущности, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вступает. А у Энгельса другое говорится, что вот идея приходит тогда в силу отставания сознания от бытия, когда уже для неё, для её реализации, имеются материальные условия, или они находятся в процессе становления. Это люди думают, что они вот уже открыли вот сейчас, а уже, кажется, вся предшествующая история подготовила дело к тому, что как только вы это сформулируете, говорите, я хочу начать это реализовывать, внедрять, уже для этого внедрения есть уже условия в силу отставания сознания от бытия. Или, говорит Энгельс, они находятся в процессе становления. То есть вам немножко придется и подсуетиться самой. А не так, что вот все условия созрели, и вам только, значит, собирай и глотай. Нет, вам придется что-то ещё сделать, побороться. Но для этой вашей борьбы уже есть условия, раз к вам такая идея пришла, значит, уже есть условия для её осуществления. И иногда вот кажется, ну такое никто никогда не напечатает, ну никто никогда не примет. Вот мы две книги писали с деканом экономического факультета Николая Андреевича Моисеенко. Вот. Одна книга называлась так. «Демократический централизм на основе принцип управления социалистической экономикой». И издана в 1975 году в издательстве «Ленезапт» тиражом 15 тысяч экземпляров. Сейчас это какие-то тиражи запредельные, потому что 500, если сейчас издадут кому, тот безмерно счастлив, то тут 15 тысяч. А в следующем году мы издательстве «Ленезапт» издали книгу «Теория воспроизводства и управления социалистической экономикой». Вот мы в этих двух книгах подвергли критике, ну очень, как говорится, жесткой и всесторонней, сторонников рыночного социализма. И казалось, ну это невозможно, такое никто не опубликует. Но как выяснилось, что условия к тому времени созрели таким образом, что именно как раз тогда, когда мы их написали, эти книги, когда мы писали, мы не задумывались, публикуют у нас, не опубликуют, потом мы отнесли в редакцию, и там взяли, и там взяли, и мы еще получили гонорары и за первую, и за вторую книгу. Вот сейчас попробуй получи гонорар. Сейчас надо заплатить за книгу, чтобы ее издали. А о гонораре даже разговора не идет. То есть вы, если к вам идея пришла, смело продолжайте ее развивать, потому что для нее есть уже условия, или они находятся в процессе становления. То есть надо еще доработать. Вот это очень важно. И люди начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые средства к жизни. Вот это самое главное. Никакие животные, вот люди, например, пока не оторвались от животного мира, они ходили и собирали орехи. А что вы думаете, белка не собирает, что ли? Или, скажем, пчела не собирает, что ли? Пыльцу и нехтар собирает. В этом собирательстве ничего нет такого, а потом они очень коллективно это делают, пчелы, и муравьи тащат все в муравейник, что найдут. Если большую гусеницу тащат, сюда ее принесут и так далее, для коллективного потребления. Но что отличает людей от других животных? То, что они производят необходимые им средства к жизни. производить их. И кто-то думает, что он представляет, что такое производство? Вот, скажем, если я спрошу, что такое производство, вряд ли кто и ответит. Вот попробуйте мне ответить на вопрос, что такое производство. Мы употребляем это слово? Кто скажет? Товарищ Ларина Екатерина Александровна. Вы можете сказать, что такое производство? Производство это создание основы для материального производства. Для чего? Для материального производства. Как это? Производство это создание основы для материального производства? Что у вас получилось? Тавтология какая-то? Елка это елка? Что такое производство? Я вас предупредил, что это не я вам так сказать не факт, что вы ответите, потому что это вот кажется простой вопрос. А вот здесь производить курсивом, например, люди, мы не умеем это делать, хотя вы знаете, например, если вы пишете курсовую работу, если возьмете там вот наклонный шрифт, раз нажмете, и у вас будет слово выделено. Почти не выделяют, обычно это, так сказать, а вот люди, так сказать, такие продвинутые, они выделяют. Производить это что-то особое, производство это что-то особое. Вы отличаете производство от труда? Результатно или результатно? Производство это что-то положительное? Это положительное категорию. Вы не можете сказать, что такое производство? Вы понимаете, что вы же не в таком состоянии, что вы не слышали такое слово. Это вот тот случай, про который Гегик говорит, что известное еще не есть от того познанное. Потому что, во-первых, потому что известное оно очень давно, и чем больше оно известно, тем больше шансов, что его никто никогда не обдумывал. Потому что, если оно известно мне с детских времен, то я с детскими представлениями об этом и хожу. Поэтому нам в ходе обучения, вот особенно когда мы берем категории, необходимо снова вернуться к известному, и несмотря на то, что они всем известны, на них остановиться. Что такое производство? Что-то вы загрустили. Я ничего плохого про вас не сказал. Что такое производство? Мы, говорят, конфликты на производстве будем разбирать. Но что такое производство, мы не знаем. Знаем? Ну, скажите. Это процесс присвоения предметов природы в равном определенной форме общества и посредством... О, видали? О, учитесь. Учитесь. Вот так. Мы даже труд можем даже сказать. Вот так вот. Если что, вы так скажете, там народ упадет. То есть производство, когда говорится о производстве, здесь присутствует определенная форма общества. Если этой формы общества не брать, от нее абстрагироваться, что за место производства будет? Какое понятие? Труда. И даже может не получиться труда. Потому что вот сейчас, на сегодняшний день, в данный момент... Вот к вам вопрос. Производство пшеницы идет у нас сейчас в России? Да или нет? Да. Правильно. Где? Где оно происходит, производство пшеницы? Ну, на полях, да? Идет? И в чем это выражается? Ну, как это происходит? Опишите, как это происходит? Вот сейчас производство пшеницы в России. Сейчас, в данный момент. Не весной, не водя. А? Засеянный и обработка. Какое засеянное? Сейчас вы что говорите? Какое засеянное сейчас и обработка? Март. С снегом все покрыто. Какое засеянное? Какая обработка? Я спрашиваю сейчас. Вот идет производство пшеницы? Да или нет? Нет. Как нет? Не видимо. Нет. А вот именно не видимо. Не видимо идет, а видимо не идет. Как это не идет? Можно я вам наводящий вопрос дам? Вы слышали, что такое озимы культуры? Озимы или озим. Нет? Вот вы в октябре пойдете в поле. В октябре. Куда у нас пойдешь в поле? За городом пойдешь. Там нет такой, не слыханно, не видно никакой пшеницы. Пойдете в поле. И вот вы видите поле изумрудно-зеленое. Там вот стоит. Только не стеной пшеница, злазая, как в песне поется. А пшеница вот такая. По размеру. 10-15-15 сантиметров. Зеленый изумрудный ковер. И это взошли озимые. Озимы. Когда они входят, озимые культуры? Когда их сеют. Вы же затронули. Сеять надо. И соответственно выращивать. Когда их сеют озимые культуры? В каком месяце? Они все знают, они все готовы. В каком? В каком месяце озимые культуры? Сеют озимые культуры. В каком месяце? здравствуйте молодец с логикой у нее хорошо отлично она сделал ну раз он не устраивает вас весна на эту осень осень а месяц по месяц какой да ладно уже ноябре мороза вы чего не рано еще слишком тепло октябрь сентябре еще убирают вы где в октябре спашут засеют пойдут долги дольщик пойдет будет их поливать а то что нам плохо как людям вроде бы у нас от будет долик октябрьская погодка не очень да а в это время вырастет выросли эти а зимы а потом пойдет снег и укроет эти а зимы они живые или там или мертвые живые и вот они сейчас живут сейчас один участок растут растут а в чем состоит их рост они укрепляются они закаливаются корневая система работает и они в такой вот ну даже вот когда вы спите вы же не мертвая и можно сказать что спит как как убитая но это не значит на убитая эти самые культуры продолжают расти и развиваться и когда снег будет сходить можно будет игровые засевать когда снег сойдет сразу нет почему когда снег сойдет будет там не пролазная грязь так сказать невозможно там так сыро что никакой не трактор не не сейлка не пройти не смогут долго надо ждать до того периода когда могут выйти сейлки начать разбрасывать зерно а до этого чтобы а до этого вот эти а зимы которые как только снег сошел они будут расти 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 и солнца очень много сейчас уже солнца много вот как только где-то будет проталина они пошли в рост поэтому урожай а зим их намного больше чем урожай яровых культур но нам этот вот пример нужен для того чтобы знать что вот сейчас идет рост а зимах а труд там применяется сейчас на полях да или нет нет чего-то вы так как-то стесняетесь надо с этими преподавателями порошки чудо и так нет и все или применяется ну чё там снегом все закрыто какой там все но иногда бывает что подкормка делается прямо вот приводит навоз разбрасывать или какие-то удобрения их можно на снег сыпать ездят трактора и сыпят это можно делать но в принципе ничего там не делается то есть производство идет и тогда когда труд в этот момент или в этот период не идет поэтому это вот понятие производства более широкое чем понятие труда а труд что такое кто скажет вот труд вы можете сказать у 씨가 там про трудовые конфликты большие том числе как тут это производство зачем он такое такого простого такой сложный дед их направлен на создание материальных благ деятельность направлено деятельность человека направлено создание материальных благ этот труд или если Если взять вот такую красивую марксовую формулировку, это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Красиво же? Обмен веществ – всё очень важно. Потому что вот если мы от этого абстрагируемся, у нас отдельно идёт как бы производство, труд. А отдельно идёт выбрасывание консервных банок, всякого рода упаковок, возвесит этот мусор. Хотя вот этот весь процесс, он охватывается и трудом, но и при приспособлении для своих потребностей, что вы банку выпили, банки выпили что-то или бутылки, оно потом рядом валяется. И всё с другом постепенно заполняется. Но данные современной науки говорят о том, что, скажем, пластиковая тара, пластиковая тара разлагается за сколько лет? Ну вот, видели пластиковый стаканчик, да? Ну куда он поедет? Вот, вот эти, дали вам пластиковый, любят вилки пластмассовые, не металлички, которые помыли, они остаются. Дескать, как это вам дать студентам? Они зарежут уже преподавателя, если дать. Наверное, решили не давать. Давайте им дадим пластмассовые ножики, тогда не удастся зарядить. Куда? Сколько лет нужно, чтобы эти пластмассовые ножики, вилки, стаканчики, сколько, чтобы они? 200 лет. Полителенные мешочки, которые все время вам дают, мешках, 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 заодно, чтобы вы не смотрели, что там в мешке, а то увидите, что помидор гнилой. А в мешочке вроде и хорошо. Домой принесете, а уже поздно идти назад. И радовались, как дети, что, дескать, было в кульках бумажных. А кулек бумажный, ну, он в течение года уж точно разложился, правда? Что с бумагой? Бумага же делается из чего? Из деревесины. Поэтому она превращается в удобрение для ведения сельского хозяйства. А это что? А это отрава, которая 200 лет будет, и потом всякие возгорания бывают на этих самых больших помойках. И вот они там вместе с печеными отходами все здесь смешаны. Представляете собой нечто зловредное, некое месиво, которое из дела рук человеческих туда же выводят и так далее. Во Франции, например, уже запретили всю пластмассовую тару. Дескать, если давать, то в бумажных стаканах, там, бумажные тарелочки. Тарелочки, что бумажные сделать, что пластмассовые. Разница в том, что бумажные, они вам ничего не делают, они пропадут и стлеют. А эти точно не пропадут. Мы умрем. Дети наши умрут, внуки наши умрут, внуки наших внуков умрут, а они еще будут валяться. Эти все штуки. И это стало огромной проблемой, вплоть до того, что прежнего главу нашей администрации, товарища Иванова Сергея, который из нашего университета, он филфак кончал. Филфак, потом ФСБ, потом глава администрации. А теперь его на борьбу с загрязнением отправили. Ну, это и не надо бороться, потому что загрязняют все, а как с этим бороться, это большая проблема. Потому что надо бороться с этим изначально, что производить. Скажем, вот эти все стеклотара, это вообще не загрязняет никак природу. Более того, для того, чтобы производить стекло, в печь, где плавится стекло для новых, там, новой посуды, нужно до третьей объема загрузить стеклотарой, битым стеклом. До третьей. Но, а само по себе, оно абсолютно нейтрально. То есть стекло не зрит. Но если его не бить, то тоже связано с культурой известной. Значит, если это разобьют, то везде будут у вас, на пляже будут эти самые обломки стекла, это страшное дело. Вы пойдете в воду, а выйдете, так сказать, с кровавой раной. Это другая уже проблема. Не загрязнение среды, а опасность вообще для человека. То есть вот, когда мы рассматриваем производство, здесь много проблем возникает. То есть производство – это средство для жизни или средство для уничтожения жизни. Желательно, чтобы это не было средством для уничтожения жизни, а все-таки было бы средством для улучшения. И вот люди отличают себя от животных, которые только начинают производить необходимые им средства к жизни. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят и самую, свою материальную жизнь. Правильно? То есть надо понимать, что вы производите, вы, не вы, человечество производит, потому что у человечества есть разделение труда. Одни производят материальную жизнь, а другую ее поддерживают с помощью тех средств жизни, которые произведены другими людьми. Но без этого, от этого никогда освободиться нельзя. И хотя некоторые думают, что не будет материального производства, но это смешно. Точно так же, как смешно думать, что вы будете потреблять в один прекрасный момент идею молока и заедать ее идеи батона. Не будет так, потому что это вечное условие человеческого существования. Вечное условие. И перепутывать материальное производство и духовное не надо. Вот я хочу обратить ваше внимание, в недавнем журнале «Эксперт», вот у меня он с собой, есть большая такая статья по поводу IT-технологий, всех передовых наших технологий, которые связаны с обработкой информации. Здесь колоссальное продвижение, все понимают. Необыкновенное продвижение, когда вы можете разговаривать, как говорится, с любым человеком из любой точки мира, хотите, можете его по скайпу, с ним общаться, видеть его, с каким он лицом с вами разговаривает, с хорошим, добрым или злым. И так далее. То есть колоссальное продвижение. А что это дало производству? А в производстве очень медленный темп и рост производительного суда. Очень медленный. Потому что, скажем, как были танки с числовым программом управления, бог весть, когда? Десятилетия назад. Так они остаются. Какой скачок в росте производительного суда был при переходе к конвейерному производству. А теперь, там, где был, конвейера нет. Вот Кировский завод в свое время имел конвейер большой. Там сразу каждый, каждый день сходило 500 тракторов крупных с Кировиц, с конвейера. И вы идете и смотрите, как они продвигаются. Продвигается, тут же, значит, идет их работа, разделение труда. А сейчас нет конвейеров. Сейчас опять штуку сделали, собрали. Если, скажем, раньше нормальный выпуск самолетов 500 штук гражданских. Сейчас пять сделают. Но если пять самолетов, одно разорение. Это разорение производить пять штук самолетов в год. Значит, это все приспосабливают какие-то к ним площадки, надстройки, чтобы можно было это делать. Вот такая получается история. То есть, вот показывает, несмотря на то, что много, большой бум вокруг этого всего дела, вокруг успехов в области обработки информации, ну вот я могу с помощью этих средств информации рассказывать, каких заводов у нас уже нет. ЗИЛ, где работало 120 тысяч человек, его уже нет. А можно об этом по скальпу сказать, можно, знаете, по телевидению, можно это в интернете прочитать, можно на YouTube эту информацию поставить, можно по телефону название через WhatsApp, чтобы было из-за другой город бесплатно, если вы, конечно, платите за интернет. Можете сказать, что вот на Светлане было 40 тысяч человек, они занимались производством электронных, электронных приборов. Женский труд 40 тысяч человек, сейчас 3,5. На Кировском заводе было 35 тысяч человек, сейчас 7,5. Был мощный маш-завод в Выборгском районе, там сейчас расчистили место, дома будут строить, поскольку это прибыльное дело. Русский дизель, сначала его выбросили в область на место бывшего кирпичного завода, который дизеля делал, а без дизеля нет современного транспорта, так сказать, кораблей, танки и так далее. И затем там появилась Ford Motors Company на месте этого самого русского дизеля, который делает автомобили из американских компонентов, но шваривает и швинчивает здесь, на российской земле. Поэтому, значит, труд российских рабочих стал элементарным, деградировал в этом смысле, никакого прогресса тут нет, потому что вот вы там работаете с правой стороны от автомобиля, вы заворачиваете то-то и то-то, прикручивается. То есть вопрос о производстве очень глубокий способ, каким люди производят необходимые им средства к жизни, зависит прежде всего от свойств самих этих средств. То есть мы не можем говорить, что только от людей зависит. То есть здесь и физика, и химия, и все естественные науки, находимых ими в готовом виде или подлежащих воспроизведения. Этот способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей степени это определенный способ деятельности данных индивидов. Определенный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни. Вот Олег об этом говорил, и он совершенно прав. А я хочу подчеркнуть, что вот иногда есть, особенно в области социологии, люди, которые изучают образ жизни, в отрыве от производства. А вот что показывает Маркс Энгельс, вот этот способ производства, это и есть образ жизни. То, что образ жизни, не выдумаешь его, а он связан с тем, каким образом вы производите материальные блага для своего существования. И существует таких образов жизни много. И вот мы знаем, что всего существует пять образов жизни или пять способов производства. Это первобытная община и коммунизм, рабовладение, федализм, капитализм и коммунизм. И все. А если это обобщать и группировать, то три. Был коммунизм первобытный, основанный на общественные собственности, потом отрицание этой общественной собственности, и, соответственно, рабовладение, федализм, капитализм. И потом отрицание этого отрицания, а отрицание отрицания и возвращение к тому, снова к общественные собственности, но обогащённые всеми теми приобретениями, которые были достигнуты в лоне предыдущих вот этих частнособственнических формаций. Потому что нельзя вот сказать, что частнособственнические формации представляются во что-то отрицательное само по себе. Они не отрицательны, они – это этапы развития человечества, правильно? И раз это этапы развития человечества, то в снятом виде они будут содержаться и в коммунизме. Само вот отделение производительного труда рабов от непроизводительного труда учёных, не греческих или римских, оно же шаг вперёд или нет? А эксплуатация была, а это отрицательное явление. И надо и брать всё это как противоречивое, так таким, какое оно есть. Поэтому можно считать, что вообще три способа всего существует? Три способа производства и три тем самым образа жизни. Никакие мы выдумываем там, и не украсим, и какие-то цепи мы украсим цветами, которых держали рабов. Как их не украшай, это всё равно рабство. И как не украшай крепостничество, если можно было челесно наказывать людей, в том числе женщин, то вот мы встречаем в буржуанном обществе 8 марта и рады, что никто сейчас челесным наказанием женщин не подвергает. Более того, они могут написать заявление и поставить в тюрьму, если вдруг такое будет иметь место. Это же большой прогресс. А совсем недавно крепостного можно было продавать, покупать землёй, без земли, семьёй, без семьи. И это было, ну, какие-то там сто с небольшим лет назад. Или в той же самой дорогой нам, судя по тому, как много о ней разговоров, у нас печать, средства в массовой дорогой нам Америки, когда рабовладение было прекращено? Рабовладение, когда было прекращено в Америке. Кто знает? В 1862-м? Втором? Ну... В третьем юридически, а в пятом фактически. Да? Как? Тысяча... А у нас в России, когда приезжают из Америки, нас начинают учить демократии. То это люди, которые у себя до 1963-го года ещё не имели даже закона о уничтожении рабовладения. А у нас крепостничество уже было отменено в 1861-м году. Да ещё было отменено, ну, к чести, надо сказать, вот американских капиталистов с севера, которые боролись против рабовладения и победили. И какая партия возглавляла, скажите, пожалуйста, какая партия возглавляла борьбу против рабовладения? А какая партия была за рабовладение? Вот сейчас есть же две партии там, демократическая и республиканская, чтобы мы их не перепутывали. Демократическая партия за что боролась в те годы? В 1861-м, скажем, году, когда у нас уже ликвидировали... За что? За что воролась партия Обамы тогда? Демократическая. Ну, за или против рабовладения? Ну, это надо знать, нет? Это варь. Иначе как-то мы не очень понимаем эти партии. Ну, и обе эти партии буржуазные. Можно считать, что это одна партия, только из двух... Двуглавая. Двуглавый орел. Тоже у них двуглавый орел. У нас двуглавый орел – это Путин с Медведевым, а там две партии. Демократическая и республиканская. Но все-таки демократическая – это как относилось к рабовладению? Никто не скажет? Демократы за юг, а республиканцы, получается, за север. А? Демократы, получается, выступали за юг, а республиканцы за север. Да, демократы, получается, выступали за рабовладение. Не просто за юг. Мы тоже за юг, я хочу поехать на юг. Что плохого? А они выступали не за юг, а. А демократы выступали как партия рабовладельцев. Вот они. И это их история. Их история этой партии. Это партия, которая от этого никогда не отмоется. Что это партия рабовладельцев. А республиканцы, 10 раз можете выговорить, какие они плохие, и то у них неправильные, нехорошие. Но республиканцы, поскольку они все-таки были вполне буржуазными, как действительные буржуа, выступали против личной зависимости. И если там не кокосное было рабовладение, то все-таки они были против рабовладения. И это их исторический плюс. И я могу сколько угодно не соглашаться с политикой республиканской партии, но вычеркивать тот факт, что они боролись против рабовладения. Если у вас есть какие-то заслуги, это можно их потом взять и выбросить. У нас вот существует такой порядок, что человек сделал какое-нибудь нарушение, преступление, и его лишают наград. Мне кажется, это странно. Вот вы, допустим, что-то сделали хорошее, вас наградили. Второе хорошее, вас наградили. Третье хорошее, вас наградили. Сделали неправильный шаг. Ну вот история у нас одного нашего подводника, да, известного, которая состояла в том, что он в свое время потопил целый огромный корабль немецкий с подводниками немецкими. А после этого он какое-то там нарушение сделал мелко. С него там все награду поснимали. Ну так не надо спрямлять историю. История бывает туда, вперед, потом назад. Бывает отступление в сторону. Зачем ее спрямлять? Если вы сделали один неверный шаг и неправильный поступок. Это разве зачеркивает то, что вы сделали раньше правильного? Зачем изображать так, чтобы жизнь не противоречива? Что жизнь, она прямолинейная. Есть только хорошие, а есть только плохие. А нет таких, которые в чем-то хорошие, а в чем-то плохие. В жизни мы должны брать ее в том виде, в каком она есть. Противоречие. Она полна противоречий. Ну вот обратите внимание, что вот это вот. Это же целое было течение про образ жизни. Ну это, конечно, это были социологи про образ жизни говорили, экономисты некоторые и так далее. Или есть экологи. Экологи что? Чем занимаются? Экологи изучают природу. Но они-то природу изучают применительно к человеку, чем она хороша или плоха. То есть на самом деле никакой экологии не надо, если есть политэкономия. Политэкономия изучает производство. А производство должно досматривать процесс до конца. Не только как из природы какие-то продукты берутся, а как и что возвращается обратно. Процесс присвоения предметов природы. Так что с природой идет взаимодействие? Что с природой делается в ходе этого производства? Так надо производство так и досматривать сначала и до конца. Со всеми результатами этого производства. Не только что вы получили в магазине за прилавком, а что получили мы в природе. Или вот, скажем, убирают из города какие-то предприятия. Уберем их из города, они здесь задымляют. А что они там не будут задымлять, если мы их отправим в область? Или вот мы мусорную кучу взяли и сформировали около поселка Новоселки. Огромная мусорная куча в районе шоссе, который идет из Тарховки. Нет, из Горской идет в сторону Выбросского шоссе. Огромная там помойка. И рядом Ниссан завод. И Хенде завод, наверное, там заводы построили около помойки, потому что там, чтобы хороший запах был. Видимо, нет другого места у нас, кроме как вот там все закруппировать, и там, где поселок. Ну а люди-то виноваты, что рядом с ними построили помойку. Вы бы хотели, чтобы рядом с вами построили огромную помойку? Откуда, так сказать, запахи распространяются до Олеска, который является своего рода легкими, говорят, города. Вырубили. И оттуда, вот там, где стоит завод Ниссан, ветры несут все на Комиданский проспект, и вот на Приморский район. И люди там задыхаются, вот когда туда управляется ветер. Разве производство не должно брать весь процесс в целом, а не брать только кусочек, не сказать, я буду брать только то, что положительное. Если вы хотите бороться с выбросами в атмосферу, что нужно делать? Ну так вы сделайте пылеулавливание, газоулавливание, ощущение этих сточных вод, а не сбрасывание их вот в таком виде, в каком они есть, прямо в реке. То есть это вот понимание производства, которое мы с вами сегодня рассматриваем, и которое есть у Маркса, оно еще нет. Если это образ жизни, так надо продумать свою жизнь, как общественную жизнь, и ее так и построить. То, что они собой представляют, то есть индивиды, совпадает, следовательно, с их производством. Совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят. Что представляют собой индивиды, это зависит, следовательно, от материальных условий их производства. И вот это вот величайшее открытие, которое делает еще один шаг в философии. Мы сказали, что материя первична, сознание вторична. А вот если вы примените этот же тезис теперь уже к обществу, то для общества фундаментом является материальное производство. Не вообще материя. Материя это остается. Она все материально. Кроме того, что относится к сознанию. А вот уже материальное производство есть основа развития общества. И основной тезис материализма примененного к обществу звучит так. Общественное бытие определяет общественное сознание. Вот какое общественное бытие, то есть какое производство. Такое общественное сознание. Это обобщено, вот эти выражения, общественное бытие, это способ производства. Вот способ производства, это и есть общественное бытие. Вот способ производства, о котором здесь идет речь, вот этот образ жизни – это и есть материальная основа существования общества. И от того, какое производство, зависит и общественное сознание. Отсюда и вывод. Какое сознание в рабовладельческом обществе? Если производство рабовладельческое, какое там сознание? И класс господствующий в рабовладельце, какое там сознание? антёвов если вы улыбаетесь это еще не выразили понятиях это хорошо что вы улыбаетесь ручку хуже если бы грустили неплохое она рабовладельческой рабовладельческая надо сказать рабовладельческое сознание на феодальном обществе какое сознание крестьянское или феодальное феодальное распроизводство феодальное значит и сознание а в буржуазном обществе в котором мы сейчас с вами живем какой-то как же такое же другое же буржуазное уже мы против телесных наказаний против личной зависимости работе как же такое не такое поверить колоссальный вот это общественное сознание оно связано с производством а производство такое все никто ни от чего не зависит поэтому никто вам ничем и не обязан если у вас есть золотое блюдо ешьте на золотом блюде нет золотого блюда нам жалкого чернышевский говорил что каждый может есть на золотом блюде если она у него есть вот в этом смысл прав человека и гражданина которые сформулированы в декларации великой французской буржуазной революции человек имеет право на жизнь то есть вы родились это еще мало недостаточно поверите а право на жизнь вас есть как бы тут под вопросом как дальше с вами быть вот вы родились это право на жизнь есть у вас как странный такой вопрос право на жизнь на частную собственность на искание счастья если вам не повезло с частной собственности у вас папа или мама не имеет завода не имеет фабрики не имеет корабля если у вас корабль нет ничего то как-то нет еще корабля мечтаю что мы поедем на корабле который будет у студентов будем занятия проводить изъехали бы поневе пили бы кофе налили бы нам наверно по стаканчику мы бы с вами так беседовали это не противоречит же да ничему и пользы будет от этого всего корабля он все простаивает ну нету значит права есть а возможности нет потому что права здесь права совершенно и а если у вас нет чего-либо это о чем говорит это неудачно я не успешно я абрамович успешный он успел бежал быстро а вы не и добежал за общественное расстояние и себя хоп и теперь у него есть и корабли подводные лодки и то еще или они какие-то великие изобретатели чего-нибудь такое подняли производство или просто взяли кусок уже действующего производства хотя она при этом упала вниз что у нас такие есть талантливые организатора производства как вот допустим ford это крупный организатор инженер который создал индустрию производства автомобилей как бы с нуля и который красил то сказать цеха в светлые тона чтобы не было красиво чисто все в него какой грязи повышал зарплату рабочим и поэтому с ним судились другие капиталисты потому что он повышал нарушал сабу на повышение зарплаты рабочим он говорил что я буду применять технику изобретения поэтому я не буду делать автомобиль и только для богатых потому что если я буду делать только для богатых я буду делать для капризов богатых а если для капризов все просто делать вручную я хочу применить технические достижения мне нужно массовый автомобиль если я хочу чтобы деньги от меня не уходили как капиталисты возвращались обратно то мы будем строить коровник только там будет не 20 коров чтобы там вручную кто-то возился с навозом, с кормлением, а 200, не меньше, чем 200, чтобы была автоматическая механическая уборка, автопоилка и так далее, чтобы и там были тоже технические изобретения применены. Ну и где мы видим, при втором издании капитализма в России, где мы видим такой подъем? Никакого подъема мы особенно и не видим. А то, что есть люди богатые и бедные, мы это видим, что Россия тут всех перегнала, у нас соотношение доходов 10% богатых и 10% бедных сколько? 32. Дисельный коэффициент, а в Америке 9, а в Европе 5,7, а в странах скандинавских 3,5. Вот тут мы точно обогнали все, очень сильно обогнали. Короче говоря, вот наше с вами рассмотрение сегодняшнее показывает, что здесь мы изучаем фундаментальные вопросы и философии, и экономики, и вообще всей общественной жизни. Поэтому здесь мы выступаем с вами именно так, как выступали Марк Сенгельс, не просто как представители какой-то отрасли науки, а то вот здесь собрались религиоведы, музеологи, конфликтологи, но это наше, так сказать, как бы частное, как бы место в системе разделения труда. А есть еще движение всего общественного организма в целом. И для людей менее грамотных, чем мы, мы как окончивший университет, мы общесловеды, правильно? Никто не собирается разбираться в том, какая у нас там эта специальность внутри нашей специальности только будет скотироваться. А для народа, для других, которые не имели возможности столько учиться, сколько мы, мы будем представители знания какого? Общества веческого. И поэтому в этом смысле ну вот в этой области энциклопедистами. А быть энциклопедистами легко. Почему легко? Потому что не надо только абстрагироваться от общей картины, иначе мы не поймем даже и частности. Чтобы понять частности, надо видеть целое. Чтобы понять какие-то аспекты человеческого общества, там, скажем, религии, конфликты. Для того, чтобы понять какие-то аспекты, связанные с культурой, сохранение объектов культуры, пропаганда, изучение, распространение и так далее. Для этого мы должны понимать само движение общества. Если мы понимаем движение общества, но в этом движении общества мы изучаем вот эту точку или эту сторону, или этот момент. Вот как надо понимать своего рода специализацию у нас, тем более в Институте философии. Мы здесь все с вами кто? Философы. Философы. Но прикладные. Вы прикладные, я не прикладной. У меня кафедра так и называется «Социальная философия и философия истории». Я здесь вот, так сказать, как бы беру целое или общее, а все остальные и антологи, и те, которые занимаются научно-технической, научно-техническим прогрессом, логикой и так далее, все они изучают те или иные аспекты. Но аспекты надо, чтобы изучать, надо видеть это целое, хотя бы в общем виде. У нас с вами счастливый случай, что мы можем это общее целое продолжать рассматривать. Значит, я еще раз призываю, требую, настаиваю, чтобы вы готовились и выступали здесь. Берите пример с Олегом, он совершенно правильно делает. Не хотите выступать с Олегом, я вам предоставлю возможность всегда выступать, пусть он у вас будет выступающий. А вы будете всю жизнь слушать, сидеть и страдать. А кто будет виноват? А виноват будет тот, кто не взял слово и не сказал. В области науки, наоборот, чем дальше вы будете углубляться, например, попадете там в кандидат, или вы будете, я первый сделал, я первый написал, я первый открыл. Потому что от всех будут требовать, что вы сделали. Поэтому надо учиться изучать, излагать и тренироваться. позвольте вас поздравить с наступающим днём 8 марта, позвольте быть такими же красивыми, хорошими и в хорошем вам настроении. Успехов! Продолжение следует...